Всем привет! Вы на канале Дархантер. Уважаемые зрители, уважаемые подписчики, сегодня мы поговорим вот о чем. Довольно часто мне в комментариях задают такой вопрос. Звучит он вот так. Купил винтовку, купил прицел, установил, не летит. Почему? Вопрос одновременно сложный и одновременно простой. Почему он простой? Потому что есть определенный алгоритм последовательных действий по выявлению причины, мешающей привести оружие к нормальному бою. Следуя этому алгоритму, все решаемо. Почему вопрос сложный? Потому что иногда уважаемые зрители и подписчики нашего канала решают задать мне его в два часа ночи по видеосвязи по ватсапу. И вот просыпаясь в два ночи, когда тебя спрашивают, почему не летит, ну, наверное, именно в это время этот вопрос сложный. Друзья мои, пожалуйста, учитывайте часовые пояса. Итак, сегодня мы будем с вами говорить даже не о приведении оружия к нормальному бою, а о проблемах, возникающих при этом, об основных вопросах, о причинах, приводящих к этим проблемам, и о способах их устранения. Вот знаете, я из себя никогда не корчил высокоточника. Я не спортсмен. Я из себя никогда не корчу супер снайпера. Хотя, знаете, в военном билете у меня есть запись, да, о том, что разведчик-снайпер, но то, чем мы занимались снайпингом, было назвать реальным очень сложно, с большой натяжкой можно было назвать. Скорее я больше разведчик, чем снайпер был в свое время. Но, но, друзья мои, я все-таки хочу сказать так. Я довольно-таки уверенно стреляю на охотничьей дистанции 300+. Я неплохо стреляю с рук из нарезного оружия, и поэтому, наверное, все-таки имею какое-то моральное право дать несколько советов. На самом деле, проблем, мешающих привести оружие к нормальному бою, их не так много. Вот вопросы от зрителей, как правило, делятся на три категории. Сейчас я их озвучу. Но давайте сразу определимся, что мы все сегодня рассматриваем в отрыве от трех факторов. То есть, первое, стрелок, да? Естественно, оружие пристреливать должен, в моем понимании, сам владелец оружия. Это в идеале, конечно же. Но, ну, иногда владелец оружия неопытен, и действительно ему будет полезнее, если это сделает специалист. То есть, ну, имеем в виду, что вкладка должна быть единообразная всегда. Вот этот фактор исключаем. Дальше, исключаем фактор боеприпаса. Мы должны помнить и понимать, что пристрелку и, там, охоту или спортивную стрельбу мы должны производить одним и тем же боеприпасом одного и того же производителя, если мы говорим о магазинных боеприпасах, с одной и той же пулей, с одним и тем же типом весом пули. То есть, одним пристреляли, одним охотимся. Просто многие и этого не понимают. Они считают, что вот они пристреляли пулей, например, 9,2 грамма и считают, что и как бы и 10,1 тоже полетит нормально. Нет, это не так. Если мы собираем патрон сами, то мы принимаем во внимание, как условие сегодня, что собирали мы с одной навеской пороха и с одной пулей. Ну, хотя, наверное, тот, кто собирает патроны, для него это видео будет уже не так важно и интересно. Да, больше это видео касается начинающих владельцев оружия, но и тем, кто опытен в этом деле, я думаю, посмотреть тоже не помешает. Третье. Давайте исключать фактор погодных условий, метеорологических. То есть, ну, как правило, оружие приводится к нормальному бою на 100 метров, где сила ветра, влажность, освещенность, температура, наверное, в какой-то мере еще не такое решающее значение имеют. И вот эти три фактора мы исключаем. То есть, фактор вкладки, фактор боеприпаса и фактор влияния погодных условий. Итак, первая проблема, о которой пишут зрители. То есть, вот человек пишет, пристрелялся на стрельбище, пошел на охоту, лось, стреляю, не попадаю. Выхожу на поляну, ставлю там кусок картонок достаю из багажника, стреляю, пуля летит там на 70 сантиметров вниз. О чем это может говорить? В первую очередь это может говорить о том, что сбился прицел. То есть, либо владелец оружия, пока ехал со стрельбища, либо пока ехал на охоту, как-то где-то зацепил прицел и ударил его. Возможно, в багажнике, возможно, переодевался, когда прислонил к машине, там оружие упала, винтовка на пень, там карабин, да. Возможно, во время охоты, вот у меня у товарища такой был, во время охоты поскользнулся, стал падать и прицелом пень долбанул. Точно такая же ситуация, кстати, с лосем была. Вот. То есть, либо прицел, либо мы плохо затянули прицел в кольцах на стрельбище. Ну, то есть, тут вот два варианта. Следующая проблема. Не могу пристрелять прицел. Вот это основной момент, да. То есть, человек пишет. Вроде бы пристрелял. Делаю контрольную серию, куча в стороне. Вроде бы опять вывожу. Вроде бы все нормально. Отдохнул, чайку попью на стрельбище, начинаю дальше пристреливать, куча опять уползла. И так по кругу. Расход боеприпасов немыслимый, нервы на пределе, а винтовка не пристрелена. Опять-таки, первый, да, вопрос. Это кердец прицелу. Возможный вариант. Второй вопрос. Это, ну, как я уже говорил, то же самое. Прицел ползет в кольцах. То есть, прицел плохо затянут. Как это понять? Да, мы вообще видим, если прицел ползет, на трубе будет кольцевая, кольцевой след, да, то есть, повреждение краски прицела. Колечком будет видно, что прицел сместился, если он не затянут. Дальше. Плохо может быть прикручена планка к ресиверу. Либо она открутилась. У моего товарища один раз такое было. Один винт, который притягивал планку к ресиверу, ослаб. И вот был именно такой результат. СТП постоянно гуляла. Следующий момент. Может быть, если у вас установлен ДТК, проверьте его затяжку. Так же себя иногда винтовка ведет, когда ДТК откручивается. Разные бывают. Вот этот конкретно у меня никогда не откручивался. Но вот у кого-то бывали такие моменты. Третья проблема, о которой пишут зрители, это, как правило, вот комплекс, да, винтовка, прицел, просто по мишени сыпет. Никакой кучи собрать не может. То есть, тут тоже есть возможные причины. Первая причина. Вы купили БУ оружие. С вашей винтовкой, с вашим карабином охотился какой-то матерый горный охотник. Он облазил уже, да, все горы и скалы нашей родины, а также ближнего и дальнего зарубежья. Перестрелял всех туров, перебил всех козерогов. Стрелял он, ах, вот такими горячими патронами 950 плюс скоростью, да. Все нарезы давным-давно он сточил, стер, слезал, да, как еще сказать. И вам продали по факту гладкоствольную, да, винтовку, которая только попадает под перествол. Попасть из нее никуда нельзя. Это первый вариант. Второй вариант, конечно же, это, как я уже говорил, да, опять кирдец прицелу. Ну, и третий вариант, это ресивер недолжным образом уложен в ложе. То есть, ствол не вывешен, бейдинга нет. Ну, как бы, очень важный момент. Многие его недооценивают, но, тем не менее, и такая причина может быть. Либо лжевые винты не дотянуты, либо перетянуты. Несмотря на то, что в большинстве случаев виноват действительно, как правило, оказывается прицел, не спешите его снимать и выкидывать. Это сделать вы всегда успеете. Давайте искать проблему по алгоритму от простого к сложному. То есть, сначала проверяем степень затяжки ДТК. ДТК должен быть надежно на стволе закреплен. Дальше проверяем крепление прицела в кольцах. Дальше проверяем надежность крепления колец к планке. Проверяем крепление планки к ресиверу. Проверяем затяжку лыжевых винтов. И только после этого беремся за прицел. Как проверить прицел? Все просто. Снимаем прицел, просим у товарища, либо берем свой второй прицел, запасной, ставим, зажимаем, стреляем. Собирается куча. Значит, во всех ваших проблемах действительно был виноват прицел. Но еще раз повторю, прежде чем выкидывать прицел, выбрасывать, необходимо проверить крепление всех элементов нашего комплекса. Не забывайте, что прицел должен быть затянут строго с определенным усилием. Опытные владельцы оружия могут сделать это без динамометрической отвертки и без динамометрического ключа, как говорится, по ощущениям. Начинающим владельцам оружия я бы порекомендовал все-таки приобрести специальный инструмент. Стоит он недорого. Есть на всех торговых площадках. Ну как недорого? Ничего недорогого сейчас нет. Относительно недорого. Каждому оружию в инструкции написано, как должно быть, с каким усилием затянуты передние и задние лжевые винты. К каждому прицелу кольца есть инструкция. Должно быть написано, с каким усилием затягиваются винты колец крепления прицела. Планка. Да, кольца. Давайте так. Кольца. Кольца, естественно, покупать лучше какого-нибудь до именитого производителя. Кольца нужны хорошие. Почему? Это избавит вас от многих хлопот. Покупаем дешевые кольца. Мы должны проверить соосность их установки. Прицел должен в кольца лечь. Ни в коем случае не надо его туда вдавливать. То есть кольца бывают при установке косят относительно друг друга. Тогда что мы делаем? Во-первых, мы их проверяем конусами. Проверяем так. Проверяем так, укладываем, чтобы не было никаких ступенек, чтобы конуса совпадали. Для этого есть специальные приспособления для проверки. Если не совпадают, берем притирочную для коллапанов пасту. Берем вот такой, соответствующий диаметру вашей прицельной трубы. И вот такими вот движениями обрабатываем поверхности колец, в которые у нас укладывается прицел. Только после того, как пятно контакта будет максимально широкое, устанавливаем прицел. Верхние кольца я никогда не притираю. Кто-то полукольца и их притирает, я их никогда не трогаю. Главное, чтобы прицел хорошо лежал. Планка. Планка должна быть качественной, от хорошего производителя. Бывают кривоватенькие планки, если честно уж говорят. Поэтому планка должна быть нормально, мощно притянуто. Винты на синий локтайт. Планка хорошего производителя. Что еще сказать? Ложевые винты и укладка ресивера в ложе. У моего товарища, хорошего знакомый, купил карабин Ремингтон. Новый, абсолютно. Начинает стрелять куча на 100 метров 2 муа. Но не для этого люди покупают болтовую винтовку. Согласитесь, чтобы 2 муа на 100 метров. Новая винтовка, новое оружие. Чуть не плачет человек. Что сделали? Сделали биддинг на винтовке. Биддинг мы можем сделать. Фулл биддинг, то есть мы укладываем надывком. Выбираем дремелем, дерево, пластик. Царапаем, выцарапливаем, как мой товарищ говорит, и укладываем надывком. Либо мы ставим ресивер на втулке, пилар биддинг, либо мы делаем и то, и другое. Фулл биддинг. То есть бывает пилар биддинг, сток биддинг и фулл биддинг. Когда у нас все уложено. Для спортсменов это важно, для охотников не критично. Что? Сделали товарищу биддинг. Винтовка стала стрелять 0,7 муа. То есть куча 6 сантиметров сжалась до 2. Делайте выводы. Так вот, давайте подведем какие-то итоги и сделаем выводы. Как я уже сказал, в 90% случаев действительно виноват, ну, как правило, прицел. Либо он с браком попал, либо виноват хозяин прицела, да, который долбанул его об что-то. Но в любом случае, в 90-95% причина это, конечно, прицел. Но поменяв прицел, вы можете, начав с прицела, вы можете оказаться в такой ситуации, когда у вас будет 2 исправных прицела, а у вас просто винт открутился. Поэтому строго соблюдаем алгоритмы. Что еще? Ну, кто-то вот сейчас скажет, напишет в комментариях, да нахрена мне все это надо? Я простой охотник, стреляю на 100-150 метров, в ведро попадаю, и ладно, в лося попаду. Ну, конечно, имеет место быть такое отношение к своему оружию. Но я думаю, если уж мы покупаем нарезное оружие, болтовую винтовку, все-таки, наверное, комплекс мы свой должны подготовить таким образом, чтобы полностью исключить оружие в каких-то, да, негативных проблемных моментах. То есть, чтобы если мы на соревнованиях или на охоте, мы промахнулись, у нас не было мыслей о том, что нас подвел наш стрелковый комплекс. Мы должны подготовить свой комплекс таким образом, чтобы при промахе мы четко понимали, что это виноват я, только я и никто другой. Как я уже сказал, нарезное оружие у нас для того, чтобы стрелять точно, а для того, чтобы стрелять точно, надо стрелять точно. Вот на этом, друзья мои, наверное, мы и будем заканчивать этот ролик. Всем спасибо, что вы были с нами. Спасибо, что вы смотрели это видео. Я все-таки надеюсь, я точнее даже, можно сказать, уверен, что оно будет полезно для очень многих владельцев оружия, особенно для начинающих. Кто не подписан на наш канал, не забываем подписываться, не забываем переходить в нашу группу в Телеграм, переходите на нашу площадку на Яндекс.Дзене. В Телеграме у нас больше общения, больше примеров, больше обсуждения. Ждем вас там. Конечно же, напишите в комментарии свое отношение, свое мнение, свое видение, то, о чем мы с вами сегодня поговорили, у кого были какие проблемы и кто как их поборол. Конечно же, многим, я уверен, это будет почитать интересно. Ну и не забудьте, друзья мои, отметить нашу работу своим лайком. Ну как бы, да, это все, чем вы можете нас отблагодарить за проделанную работу. Вам не сложно, а нам приятно. Вот на этом будем прощаться. Всем спасибо, всем пока, увидимся на охоте, увидимся на стрельбище. Удачи!